Всем привет! Мы продолжаем снимать видео, которые не свойственны для нашего канала. И в этот раз мы снимаем видео ответа на популярные вопросы, которые вы задавали нам под комментариями ко всем видео. Мы собрали всё это в такой вот небольшой списочек и будем подсматривать, диктовать вопрос и отвечать на него. Итак, у нас получилось 14 вопросиков и самый первый вопрос. Как мы оказались в Литве? Пожалуй, начну я отвечать. Как мы оказались в Литве? В 2017 году я сюда приехал по Эрасмусу на полгода, а потом получилось так, что поступил на аспирантуру с 2018 года, собственно. Я оказалась в Литве буквально недавно, в августе месяца. Я выиграла грант на обучение на магистратуре на факультете электроники. И сейчас я студентка-магистрантка первого года обучения в университете и обучаюсь, собственно, в Литве. Так, давай, второй вопрос. Чем мы здесь занимаемся? Итак, занимаемся. Я учусь на аспирантуру, собственно, это самое важное. И второе, работаю в университете, читаю лабораторные работы на английском языке. Я студентка, как я уже сказала. Вокруг моих обязанностей входит посещение учёбы, выполнение домашних и вот всё такое. Я тоже домашнее делаю. Так. А в каком университете и что преподает Александр? Ну, собственно, в АГТУ, Вильямский технический университет имени Гедеминуса. И преподаю лабораторные работы, которые связаны с материаловедением, машиностроением, всё в этой области. И, конечно же, на английском языке. Далее, где и что изучаю, собственно, я? Как я уже сказала, я обучаюсь на факультете электроники на первом курсе. И я изучаю компьютерную инженерию. И в видеознакомстве я рассказывала, что до этого я училась на радиотехническом факультете. И более подробно, если вдруг вам интересно, вы можете посмотреть в том видео. Мы где-то вот оставим ссылку. В описании к ролику. Да, и я училась, опять-таки, в Вильямском техническом университете имени Гедеминуса, где и преподает Александр. Да. Следующий вопрос. На каком языке общаемся на работе, учёбе дома? Ну, на работе. На работе это либо русский, английский, литовский. Литовский для меня пока очень трудно, но когда некоторые коллеги говорят на литовском, я говорю, ничего страшного. Я понимаю, потому что стараюсь понимать. То есть, когда они не могут перевести там, либо на русский, либо на английский, я стараюсь понимать их на литовском. А дома, ну... Дома мы общаемся на украинском языке или на суржике, который очень популярен у нас в стране. И я обучаюсь тоже на английском языке в группе для иностранных студентов и литовцев, которые выбрали обучение на английском языке. Так, какой у нас уровень литовского языка? Многие? Ну, уровень... У меня уровень такой, что понимаю, но не всё. Если там я хожу, допустим, на заседание кафедры, оно 100% на литовском. И где-то пока процентов 30-40 я понимаю, всё остальное пытаюсь додумать, чтобы понять вообще, о чём речь идёт. Разговаривать, разговаривать очень трудно, наверное, больше всего потому, что лично я стесняюсь сказать что-то неправильно. А так, когда мы идём, допустим, в магазин или где-то на улице, то я стараюсь отвечать на литовском. Вообще, отвечать и разговаривать на литовском. И всегда любой разговор, когда нужно начать вот с литовцем или с кем-то на улице, Саша начинает на литовском языке и спрашивает, есть ли возможность пообщаться на английском или на русском. Ну, это ещё тяжело объясняться. Да, у меня уровень литовского не сильно хороший, я начала изучение литовского до переезда в Литву. И это были буквально такие элементарные слова, такие как, там, доброе утро, утро вообще, вечер, день и всё такое. Ну, вот то, что нужно для уровня А1, но я думаю, что это не А1, всё-таки это чуть-чуть ниже. Ну, ничего. Всё впереди. Как нам Литва? Хороший вопрос. Его, кстати, любят задавать все литовцы. У меня преподаватели всегда спрашивают, интересуются, знакомая, как Литва. И я думаю, это, да, интересный вопрос. Да, задают все этот вопрос. Что я могу сказать? Я всегда говорю, что мне очень нравится. Ну, потому что так и есть. И в первую очередь мне нравится Клапида. Или Клапида. Да, как правильнее. Так как объездили мы очень много, мы объездили, ну, Каунас, Тильшай, Шауляй, и сейчас начнёте меня поправлять, потому что что-то я говорю всё-таки неправильно. Это Ураги, Паневежис, все вот эти городки мы объездили. Пускай, может, какие-то из них и мельком, но я могу сказать то, что Литва нравится. Нравится, как здесь всё обустроено. В первую очередь нравится, что чисто. Чисто, куда бы мы ни поехали, будь это маленький городок, будь это какой-то посёлок или село, везде чисто, красиво, всё убрано. Как-то нет вот этих высоких заборов, как у нас в Украине, собственно. Ты приезжаешь в деревню, здесь иногда меня даже удивляет, что иногда вообще заборов нет. Нравится, когда едешь по дороге, и одинокие домики где-то стоят. Один домик, когда раньше хутора были, и они пооставались, не стоят люди, люди так живут. Ну, вообще, природа, всё нравится. Как-то так. Ну, я живу здесь не так давно, и объездила... Ну, Сашей я много где была, вот там, куда Саша, туда и я, в принципе, с ним. И мне очень нравится, что здесь тихо, здесь меньше людей, намного меньше людей, даже, чем в самом Киеве. Наверное, в стране меньше людей, чем в Киеве. Ну, да. Да, и из-за этого как-то ощущение безопасности, оно присутствует. То есть меньше переживаешь, волнуешься. Конечно, существует какая-то такая внутренний страх, какое-то переживание, да. Но оно намного меньше, чем то, что было в Киеве лично у меня. Конечно же, нравится, что, опять-таки, тихо, чисто, что, когда заезжаешь в какое-то село, посёлок, то есть школы, и они достаточно красивые, и есть футбольные поля в некоторых посёлках. Меня это так удивило, потому что... Когда заезжаешь в какое-то село или посёлок в Украине, ну, всё разбито. И школы... Всё по-другому. Всё совершенно по-другому. И от этого становится, конечно, очень грустно за Украину, но мы идём, я надеюсь, к переменам и к лучшим. Да, и, как всегда говорят наши друзья, которые к нам вот приезжали, допустим, к нам друзья, они говорят, что очень тихо и спокойно, как бы так морально отдыхаешь от всего, от нагрузки, от беготни разные, от всего, вот мы им показывали там Вильнюс, пригород. Все говорят тихо, спокойно и уютно. Да, но при этом говорят некоторые, что мы бы не выдержали здесь жить очень долго. Так что лично, да, ну это правда, лично нам подходит такой ритм жизни, но есть люди, которые больше, более динамичные, импульсивные, возможно, им было бы, ну вот, скучновато. Да, им нужны мегаполисы. Ну, это не о нас. Давай, следующий вопрос. Так, были ли мы где-то помимо Литвы? Конечно же, были. Ну, с чем мы сравниваем? Почему? Ну, то есть нам есть с чем сравнивать. То есть мы до этого попутешествовали, да. Польша, Варшава, Люксембург, Бельгия. Страна, Люксембург. Ну, страна, и там, в принципе, по всей стране быстренько можно проехать на поезде. Бельгия, Германия, маленький городок Трир, Франция, Италия и Беларусь. То есть, ну и Украину, собственно. То есть, есть с чем сравнивать. И это не то, что мы как слепые котята приехали сюда и всё идеализируем. То есть, реально есть с чем сопоставить то, что мы видим, то, что мы слышим. И пока Литва нам нравится. Даже вот пройдя все эти сравнения с другими странами, достаточно на хорошем уровне здесь всё находится. Я бы сказал, в целом, как страна. Потому что, если выделить из наших путешествий, да, есть города, в которые бы мы вернулись. То есть, насчёт стран, ну, пожалуй, одна из них, возможно, и всё. А так, только отдельные города, куда стоит вернуться. Ну, и то, наверное, это больше как воспоминания, приятные моменты, связанные с городами. Потому что мы путешествовали, когда мы полтора года жили отдельно. И это очень-таки тёплые воспоминания об этих путешествиях. Так что... Ну, и красивые города. И красивые города, да. Так, собираемся ли мы остаться в Литве? Я думаю, что да, но больше всего это зависит от обстоятельств, которые это учёба, это работа, это основания, на которых мы сможем здесь остаться. Потому что просто так мы здесь не можем быть. Нам нужно как-то получать вид на жительство и как-то, ну, вообще законно здесь пребывать. И так как мы планируем оставаться, самые, я думаю, минимальные требования, которые нам всё-таки нужно, это выполнить. Нам нужно выучить литовский язык, чтобы жить как бы на нормальном уровне, чтобы мы могли там прийти не только в магазин, там, не знаю, какие-то структуры, что-то спросить, на счёт документов. Или, ну, даже вообще общаться с людьми нужно учить литовский, потому что, ну, это государственный язык, как не крутить. Мы, так как мы здесь находимся на каком-то основании, то есть я учусь, Саша преподает и учится в университете. Понятно, что пока у нас всё это есть, пока мы этим занимаемся и обучаемся, мы находимся в Литве. Но через два года у меня встанет вопрос, куда идти дальше, куда поступать на аспиратуру, если я захочу. Ну, пока я хочу. А вдруг я захочу пойти работать инженером на какое-то предприятие или на канал, или на какой-то оператор. И тогда, опять-таки, поднимается вопрос о знании языка. Да, то есть в любом случае, если я нацелена работать, мне нужно сейчас учить уже литовский. Если я нацелена учиться на аспирантуре Александра оставаться, работать здесь в университете, то вопрос языка стоит не так остро, но это вообще вопрос комфорта. Комфортного проживания в стране, элементарного общения с местными жителями, какой-то базовой коммуникации. Да и вообще, если знаешь язык, перед тобой открывается больше возможностей. Да, ты себя увереннее чувствуешь в стране, вот и всё. Но, конечно, если всё сложится так, как сейчас думается, то остаться хотелось бы. А там время покажет. Жизнь покажет. Да. Так, скучаем ли мы по Украине? Я бы сказал, что больше скучаю по родственникам и друзьям, которые остались в Украине, по настоящим друзьям, которые там остались как-то так. У меня... Я скучаю по Украине, и это не только друзья, родители, другие родственники. Мы буквально вчера зашли в книжный магазин, и там было очень много людей, потому что Рождество скоро. И я смотрела на все эти прилавки, очень много литовских книг, интересных книг, которые хотелось бы почитать. И был прилавок книги на иностранных языках. И большинство книг — это английский и, конечно же, русский язык. И всё. И у меня в этот момент такая ностальгия за книжными магазинами в Украине. Мне так не хватает родного языка, вот этой вот культуры, общения с друзьями, с... В принципе, у меня один только друг, одна подруга. И мы общаемся на украине, но мне всё равно не хватает вот этого общения. Поэтому, да, я скучаю. Я скучаю за атмосферой, за родным языком, и за родителями и подругой. Так. Следующий вопрос. Да, начинаются очень интересные вопросы, на которые многие ждали ответы. Кто у нас в семье готовит и ведёт быт? Ну ладно, я отвечу. Ну давай. У нас всё идёт как-то так 50 на 50 процентов. То есть, кто хочет, у кого есть желание, тот и готовит. Или, допустим, кто... Ну, мы спрашиваем, а что мы хотим кушать? И потом перечисляются варианты, и каждый думает, о, я бы то приготовил, я то. И как-то так мы вместе выбираем, что мы готовим. Или вместе готовим, или кто-то из нас один готовит. Ну, в принципе, всегда так у нас получается. Да, так как мы вдвоём любим готовить, и я не считаю быт и кулинарию чисто женской обязанностью, у нас изначально так повелось, что быт и кухня на двоих. То есть, у кого есть настроение, как сказал Саша, тот и готовит. Но обязательно у нас есть такое внутреннее правило внегласное. Человек, который не готовил, моет посуду. Да. То есть, ну, всё равно мы оба принимаем участие в быте и в кулинарии. Ну, наверное, это так, потому что я тоже люблю готовить, экспериментировать постоянно что-то. Мне это нравится, поскольку, ну, в общежитии довольно много времени прожил, поэтому я старался даже в общежитии себе что-то готовить, постоянно экспериментировать, а не как так, на бустую руку или куда-то... На мебельке там какой-то и всё. Или на бустую руку, или там пойти в столовку перекусить, а старался дома готовить. Поэтому так. То есть, да, вот так. Следующий вопрос. Отношение Саши к веганству. Трудно ли жить с веганом? И какой уклад по отношению к веганству у нас в семье? Отношения у меня вполне нормальные, то есть, у нас нет такого, что я тебе что-то запрещаю, и ты там не ешь, я тебе запрещаю, и ты что-то не ешь. Нет, нет, у нас кто что хочет, то и ест. То есть, если у многих вопрос там без мяса, если я хочу себе мясо, я себе его готовлю. Как бы, и Вера к этому нормально относится. Никаких таких претензий никому нету. Поэтому, что касается отношения к веганству, у меня хорошие отношения. Скажу даже, что некоторые, там, котлетки веганские и, что там, шницели ещё, мне они очень нравятся. Они по вкусу очень такие вкусные, и я бы себе их покупал отдельно даже. Я об этом не знала. Сейчас шок и контент. Я скажу так, что я готовлю, я могу приготовить яичницу, что-то с молоком, с молочными продуктами, с сыром, натереть сыр для меня это не проблема. Но единственное, что я не готовлю, это мясо и рыба. То есть, если у Саши есть острое желание и какая-то необходимость внутренняя съесть что-то мясное, он берёт, ищет рецепт и просто это готовит. И в этом нет большой катастрофы и проблемы ни для кого. То есть, как-то так. Мне сразу вспоминается комментарий, там, писали, не хожу ли я на работе кебаб есть? Я так смеялась, честно. Последнее время нет, потому что... Ну, не последнее время, а последних пару лет нет, потому что, когда я жил в Апижитище, как только приехал в Киев, мы очень часто ходили и ели, у нас это назывался не кебаб, а шаурма. И как-то первый-второй курс мы её очень часто ели, а потом у меня желание вообще отпало. В Литве я пробовал пару раз, но так, чтобы специально пойти, нет. Нет, такого желания нет. И вопрос был задан в контексте того, не страшно ли мне, что Саша, пойдя на работу, в обеденный перерыв выйдет кушать кебаб. Честно? Нет, мне не страшно, потому что я считаю, что каждый человек, каждый из нас, в принципе, каждый день делает очень много выборов в пользу чего-то. И он ответственен за свой каждый выбор, и он потом расплачивается за каждый свой выбор. И поэтому, в принципе, я отношусь к этому спокойно. Если душа его так желает сделать, то пусть он делает. Просто это его выбор. И вот как-то так. Потом последний вопрос. Моё отношение к Сашиному питанию и походу, почему... Возможно, я веган, но я не буду очень долго разводить полемику на эту тему, потому что это часы, видео можно снять. Как я сказала, что раньше, когда мы только начинали встречаться, я веганом не была. То есть первые полтора года, полтора-два года я была на таком же питании практически, как и Саша. Мы готовили вместе, я ещё помню эти пирожки с сосисками. То есть, ну, это всё было. И я не всегда была веганом. Вы это понимаете. Потом я стала сыроедом, и я целый год ела только термически необработанные овощи и фрукты. Это намного, скажем так, выше уровень, чем веганство. То есть это прям вообще отказ от термически обработанного. Это тяжело. Мне было отлично. Ну да, но это тяжело. Ну, да. И последние четыре года я именно веган. То есть термически обрабатываю пищу. И это просто мой выбор. Раньше, когда я только-только начинала, у нас были какие-то разногласия. Потому что я, конечно же, хотела рассказать Саше, что я там узнала. И перетащить его на какую-то свою сторону. Но потом я поняла, что это, как минимум, очень сильно затратно для моего морального состояния. Потому что я очень много сил трачу на то, чтобы кого-то в чём-то переубедить. И на самом деле это не имеет вообще никакого смысла. Потому что если человек что-то решил, он это решил. К этому нужно приходить с открытой головой. Просто задать, да, самому. И в какой-то момент просто задать себе важные вопросы. Которые приведут тебя к такому вот выбору. К другому выбору. Я себе в какой-то момент эти вопросы задала. И стала питаться совсем иначе. А Саша себе эти вопросы не задал. И его всё устраивает. То есть в этом нет вообще никакой проблемы. И можно жить вообще спокойно. Быть разными людьми. И просто понимать друг друга. И принимать друг друга. В этом нет вообще ничего плохого. Но! Но! Я очень часто просто рефлексирую на тему питания. И того, что у нас есть. И я заметила, что не всегда традиция это хорошо. Потому что очень часто традиции доверяют и оправдывают свои выборы. Свой выбор. Тем, что это традиционно и это принято. И когда я смотрю на то, как живут люди. И можно получать наслаждение, конечно, от еды постоянно. И питаться только мясом. Но потом, когда на старости лет у человека всё очень плохо со здоровьем. И когда он реально доживает свои последние деньки с болью. Мне становится очень грустно от того, что всё так происходит. И когда мы увидели видео о японских долгожителях на каком-то острове. У меня просто перевернулось сознание. Я оставлю, возможно, это видео в описании. Просто там в сто лет это ещё не старость. Человек молод душой. И вот эта энергия и возраст, который душевный. Он зависит не от питания, а от того, какой образ жизни ты ведёшь. Там вполне себе активные бабушки, дедушки, они радуются жизни. Они просто, они балдеют. Но они, возможно, даже не веками. То есть, понимаете, у каждого человека свой выбор. Кто-то выбирает жить пассивно или кого-то так вынуждают делать обстоятельства. Кто-то себе живёт спокойно, пляшет и доживает до 100 лет. То есть, в этом нет вообще никаких правил. И каждый выбирает, я думаю, сам. Свою почту. Да. То есть, и потом каждый получает то, что он выбрал. Что ж, на этом всё. Закончились вопросы. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы, конечно же, почитаем. Или оставляйте свои ответы, мнения в комментариях. Нам, конечно же, интересно. Мы будем всё это читать, по возможности отвечать. Да, и, возможно, мы снимем ещё одну часть такого видео. Потом, когда она собирается, достаточное количество вопросов. Поэтому обязательно задавайте свои вопросы. Оставляйте отзывы. Вообще, всё, что хотите. Пожелания на Рождество. Кстати, всех с наступающим Рождеством. Или уже прошедшим, когда это видео выйдет. И с Новым годом. Чтобы у вас всё было хорошо. Чтобы в ваших семьях было благополучие, радость, счастье. Чтобы вы все были здоровы. И чтобы всё-всё-всё у вас в жизни получалось. И пусть всё, что вы нам желаете, возвращается вам в 100 крат. Это самое. Всё. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok